Давайте сделаем... Ох, у вас сколько много. Как мне узнавать? А, я сейчас комп возьму, подождите, чтобы вы мне писали сообщение. Так... Короче, эфир без темы, как обычно, нет у меня темы. В трансляции, вот я создала сейчас чат, трансляция, пишите свои вопросы, я просто хочу делать шоколад сейчас, конфеты шоколадные. Так я думаю, а что без дела их делать? Мне надо обязательно всегда что-то совмещать, и я вам расскажу, отвечу на какие-то вопросы, которые у вас могли возникнуть. Вы тут серии смотрите и бесконечно все строчите, а что-то как, и почему, может быть, какие-то иные вопросы у вас есть. Чисто вот мне классно провести время, а вам, если вы не спите. Так... Комментарий пока сообщений нету, поэтому... Поэтому, что... Беру шоколад, буду готовить, жду ваших сообщений. Чуть-чуть конфеты получится, что вы мне приедете. Вот это какао-бобы тертые. Вот такие вот. Буду растапливать. Какао-масло закончилось, смешаю с какао... Кокос... Ой, с кокосовым маслом. Вот, добавлю чуть меда, и будет классный шоколад. Залью орехи, залью сухофрукты, финики, и косточки абрикосов. И все, и будут у меня офигенные конфеты. А, и банан туда еще закину, точно. И пока буду готовить, буду болтать. У меня просто, понимаете, весь год не было эфира. Я такая... Надо нацелиться текущая. Смотрю, сколько людей уже сюда зашли. Вопросов нету. И что? Нелли, доброго вечера. Ура! Поясни, пожалуйста, энергетическое сопровождение и сеанс движения сердца. В чем отличие? В чем отличие? Ну, во-первых, сроки. Движение сердца – это 30 минут. Я работаю с вашими шаблонами в голове. Но вам, кроме фотографии, ничего не нужно. Вот. А энергетическое сопровождение – там работа с вами неделя, месяц, в зависимости, сколько вы его закажете. Я постоянно слежу за вами. Мне на энергетическое сопровождение нужно целый фильм снять. То есть вы берете видео и снимаете, например, в сопровождении бизнеса. Вы снимаете историю о себе. Снимаете обязательно, что вокруг вас находится, как вы работаете, свое рабочее место, свое пространство. Если энергетическое сопровождение такое общее будет, вы снимаете, соответственно, дом, спальню, зал, кухню, все, где вы находитесь. Там, где ваша энергетика, с чем вы прикасаетесь больше всего. И вот, разница, конечно, большая. Но, по сути, по сути, просто движение сердца – это такая точечная мощь, что обычно после нее сильно болеют люди. Вылазят полячки и всегда после сеансов, я не знаю, треть точно пишет, у меня температура поднялась, у меня голова заболела, у меня там насморк. У людей движуха пошла, они не знают, куда ее тратить. И просто начинают болеть и укладывают себя в кровать, потому что реально не знают, куда слить свою энергию, которая пошла. Ну, и это хорошо, это круто, потому что вы в это время можете ощутить и подумать вообще, а действительно, чем я таким занимаюсь, что я даже израсходовать свою энергию не могу. То есть я все время себе говорю, у меня нет сил, у меня нет энергии, вот она появилась, вот силы, вот. А вы даже не знаете, куда ее направить. Тоже офигенные уроки, опыты можно получить с этим. Когда бизнесом занимаетесь, там немножко другое или, ну, какими-то делами. Вы знаете, куда тратить энергию, вы ее даже не заметите, вы не заболеете. У вас там не будет никаких таких, какие-то ситуации или проблем, так как энергия будет уходить, ну, в работу. То есть ваш фокус внимания всегда на бизнесе, и поэтому там все будет и расти. Главное в этот момент, когда полчаса вы занимаетесь движением сердца, я вам говорю, один-два дня – это прям очень сильное действие. И если вы эти один-два дня будете сидеть, и, как сказать, конфликты могут появляться, да, боль начинает вылазить, какие-то проблемы начинают вылазить, чтобы вы их рассмотрели. А если вы их будете сливать туда, в негатив, там, и так далее, это все будет только расти. То есть ваш негатив, ваше неприятие, ваше, господи, там, чувство вины, жалости и тому подобное. Но вот если вы находитесь в таких энергиях, это будет расти. Но это и хорошо, если вы готовы с этим работать. Если вы не готовы с этим работать, движ лучше не делать. Ну, его нафиг, когда, если вы не понимаете, как с этим работать. А по поводу бизнеса, там, что бы ни вылазило, оно все будет направляться в вашу работу. Поэтому это как-то более безопасно, что ли. А если не по бизнесу, а просто общее сопровождение, вам как минимум надо чем-то заниматься. Вот если вы не найдете занятия, вы сляжете 100%. Почему я так говорю? Потому что я все время этим занимаюсь, уже сколько лет. И все время читаю обратную связь. И так и получается. Нелли, как перестать бояться за ребенка? Сыну 14 лет. У меня постоянно страх, что он может пойти по дороге папы. Папы сына нет в живых. Ну, смотрите, куда ваш фокус внимания, то вы и материализуете. Вот чего боитесь, то у вас и будет. И вы пришли этот опыт прожить. Вы, конечно, можете так потерять ребенка. Если вы боитесь его потерять, вы точно его потеряете. Каким-то образом. Ну, он просто рано женится и уйдет. И скажет, мама, не хочу с тобой общаться. Любыми другими способами можете потерять. Когда вы от него отстанете, ему незачем будет от вас уходить, теряться от вас. То есть его задача научить вас. Наши дети приходят, животные, всех, кого мы растим, приходят к нам научить нас любить себя. Не их, а себя. И просто если вы не даете ему выбор своим страхом, что ему делать, куда идти и так далее, переживаете за него, переживаете, живете за него, понимаете, переживаете. Вы его переживете, как Ира правильно сказала. Посмотрите Сайгуль, вот эти вот 5 серий, если вы еще не видели. Она тоже ребенка прорабатывала. И мы там говорили о том, что если мы не даем ребенку упасть, набить своих шишек, влезть в какую-то аферу и так далее и тому подобное, он все равно их набьет, он все равно влезет. Только это будет пострашнее. Дайте ему потихоньку учиться с самого маленького детства набивать шишки, чтобы он легко с этим справлялся. Так вы его закрываете, вы не даете ему ни свои опыты проявить, ни свои собственные не проходите. Ваш ребенок будет покалечен вашей бесконечной заботой, обереганием и так далее. То есть у него свой опыт, который он должен пройти. Так, тем более он свой опыт проходит, он не может проходить папин опыт, он не может проходить ваш опыт. Но если вы его в коконе возле себя поставите и будете трястись над ним, он будет ваш опыт проходить. Папин он уже априори не может пройти. Он не пришел за родителей проходить опыт, он пришел проходить свой. Если он будет похож, то это как зеркаль, он пришел вам отзеркалить, который опыт не прошли с отцом ребенка, вы будете проходить с ребенком. Это вы будете проходить опыт, не он, понимаете, у него свое. А нам опыты надо проходить свои. Вы, получается, сначала на отца ребенка не увидели в нем свой опыт, что он вам зеркалил. Теперь ребенок будет помогать в этом. То есть сначала надо, наверное, проработать с отцом ребенка и с собой. И автоматически тогда через себя, да, и автоматически тогда уже и ребенок проработается. То есть поймите в том, что мы все равно не можем вмешиваться в жизни чужих людей, любых людей. Даже они, если свои собственные, не можем, нельзя нам. Кто вы такая вообще? Вмешиваться в судьбу другого человека. Каждый творит свою реальность и каждый по своим желаниям живет. и творит, и пришел в свои желания проживать, получать опыт от своих желаний как раз-таки. Потому что все, что творится, это наше желание. Наше желание упасть, наше желание заболеть, наше желание попасть от мошенника. Мы-то хотели пройти определенный опыт, чему-то научиться. Увидеть себя в зеркале и понять себя о том, как мы к себе относимся, допустим, чего нам не хватает. Так, благодарю. Ну, так, поближе поставлю. Так далеко хотелось читать. И вообще надо этот шоколад делать. Очень благодарна через Анну. И у меня идут трансформации. Чувствую вашу энергетику. Благодарю. Обсыпала сильно на лице и голове. Вот на этой неделе. Это может быть связано с трансформацией. Чудеса вокруг происходят. Ну и с трансформацией иду, естественно. Я всегда пройду, говорю. Везде пройду, говорю. Ребят, смотрите, что вы в себя пихаете. Ну и плюс чистка тоже может быть. Потому что любая аллергия – это чистка. Организм очищается от токсинов. А значит, что вы где-то в голове тоже очистились от чего-то. Пытаетесь расчистить эти завалы. Так, навык из прошлого – вытащить в настоящее и дать себе ресурс сейчас. Как навык из прошлого – вытащить в настоящее и дать себе ресурс сейчас. То, о чём говорили в видео. А, ну, я просто вспомнила. Были разные знаки, которые я замечала, пропускала мимо, либо не замечала вовсе. Пришла Ирина, подруга. И она говорит, обрати внимание вот на этот знак, а вот на этот знак, а вот на этот знак. То есть она сидела, подсказывала то, что я не вижу. Очень классно иметь подругу в паре, кто бы замечал какие-то знаки и тебе говорил, обрати вот на это внимание, на это внимание. Вспомни. И она мне говорит, вспомни – классный вопрос вообще. Я бы даже не догадалась, с чего у тебя рост в прошлом начался. Я начала вспоминать разные этапы жизни. Там я мало чего в видео рассказала. Вы просто представьте, видео, это было там на час-полтора-два, по кусочкам. А мы с ней разговаривали часов 15 без передышки. И там просто мы вытащили массу вариантов всякого разного добра. Какие моменты, когда у меня встречался рост. С чего начиналось, что было, какие люди приходили, что они мне говорили. То есть я это всё вспоминала и задавали мы себе вопрос, как сейчас это же можно использовать, но как-то по-новому, как-то по-другому, какие-то варианты. Вот, например, ресурс с тем, что я вспомнила, делать всё наоборот и находить ресурс в том, что люди не делают, например. Это вообще крыда богатых людей. Посмотри, что делают люди и не делай. Например, богатые люди на войне делают бабки, на оружии делают бабки. Они делают бабки на кризисах, на дефолтах, на всём. То есть всё, что мы считаем офигеть плохим, люди с мозгами на всём вот этом делают деньги. Неважно, в какой сфере вообще. И поэтому надо обращать внимание, вот, в вашей личной сфере, что делают люди. Выписывать прям, что делают для маркетинга, для рекламы, для работы. Что прям в вашу сферу расписываете, как обычно люди поступают, что они делают, как продвигают товар, как продвигают услуги, какой маркетинг, какой финансовый план, какие вложения. И просто подумайте, а что противоположное, выпишите к этому противоположному. Как это можно обернуть себе на пользу. То есть любой бизнесмен с мозгами, с опытом, который набил тысячу шишек, который много раз обанкротился, а потом опять поднялся, вот у него есть такой опыт. И он негативный опыт всегда оборачивает в плюс. Поэтому, чтобы вытаскивать ресурсы, вам надо набить шишки. Не бояться делать ошибок. Забрать магнит из прошлого и этот ресурс, который есть у меня в прошлом опыте. Подержаться за ручку. Подержаться за ручку – это со мной подержаться за ручку, а с вами не знаю. Так. Слезы, словно фух, изнутри. Поняла, услышала. Думала, что никогда не буду такой мамочкой-клушкой. Оказывается, я и такая. Эх, я прям не могу читать, мне сейчас губа будет трястись, уже начинает. Это, видимо, мой только страх. Поняла, Нелли, благодарю. Да, с папой сына, видимо, не совсем поняла опыт своих, хоть его и нет уже. Очень много близких, очень много близким был он. Душа плакала сильно, когда его не стало. Теперь хочется, чтобы сын был счастлив. Поняла, буду работать. Сын будет счастлив, и все люди окружающие только тогда, когда вы будете счастливы. Сыну ничего не нужно. Не чтобы вы были там богаты, не чтобы вы были с работы, не чтобы вы были красивой, худой, полной, одетой, раздетой. Неважно, ему нужна только счастливая мама. Неважно, как это вокруг отображается, это счастье и внутри. То есть неважно, какая обстановка. Это всё неважно. Детям это совершенно неважно. Это же мы, взрослые, оцениваем счастье по степени денег, по степени там, как ты выглядишь, где ты живёшь, что ты ешь, где путешествуешь, какие у тебя ресурсы, блага. Это мы там. Детям нет. Они же знают, что счастье-то не в этом смысле. Нисколько у тебя всего есть. Поэтому его единственное счастье, вот ты говоришь, я хочу, чтобы мама была счастлива. Вы несчастливы сейчас, когда сидитесь и трясётесь над ребёнком. И он это чувствует. Вас трясёт, его вместе с вами трясёт. То есть вам страшно, ему вместе с вами страшно. Как только вы успокаиваетесь, ребёнок успокаивается. Как только вы начинаете кайфовать от всего, неважно, даже если у вас денег ноль, вы начинаете кайфовать от этой жизни просто потому, что вы есть и проснулись, и что сегодня можно водички хотя бы попить, голодовки тоже полезны, и почему-то это тоже хорошо, и что над головой бомбы не летят и светит солнце, и вы начинаете кайфовать, просто замечая мелочи. И это всем передаётся, все вокруг вас, особенно животным, особенно детям, особенно близким людям, вот прям подальше, там под цепочки вокруг. Так, всё, да? Вопросы закончились. Остальное вроде как всё разобрала. Давайте ещё вопросы. Что мне надо начать делать? Так. Я буду конфетки в такой штуке делать, пока отвечаю на ваши вопросы. То как совмещать? Вот все говорят, у меня нет времени, у меня тоже его нету вообще. Мне так захотелось шоколада, думаю, блин, ну, видео уж надо как-то ещё одно записать, 1501-ое. Сейчас буду грецкие орехи себе резать сюда. Вот такие вот штучки. Это этот. Господи, шоколадный. Курага шоколадная, да? Инжир. Я уже предварительно замочила. Ой, и финики. Конфетки у меня будут крутые. Что, где вопросы ваши? Давайте. Может, ещё что-нибудь добавлю. Так. По поводу аллергии. Что-то ещё не принимаете. Вот мне пришло. Ну, аллергия – это тело же не воспринимает этот яд, не принимает. Возможно, а это же яд. Надо трансформировать яд. А яд у нас где? В голове. Поэтому нам нужно вытащить какие-то свои токсичные мысли и поработать с ними. Почему они хорошие? Найти противоположную сторону и трансформировать. Сегодня вот шаблон, например. Мы токсичим, потому что говорим целый день. Блин, не тяжело, не тяжело, не тяжело. На самом деле тяжело – это так круто. Тяжело – это и есть легко. Надо найти противоположную сторону медали и трансформировать. Почему это одно и то же и как в этом позе можно найти. Вот я выложила вам, посмотрите. Пример трансформации шаблона мышления. Как вы это чувствуете? Говорите про близких, что неважно, что есть в жизни, и даже животным наглаживаю кошку свою, она мурчит, словно успокаивает. Всё, буду выдыхать. Всем благо распространять и себя перестраивать на наслаждение жизни. Да, Надежда, всё, вот всё чётко так. Ну или попало в сетевой маркетинг. Как ты относишься к этому бизнесу? Понятное дело, ни хорошо, ни плохо к этому бизнесу не отношусь. Я очень рада просто. Вы просто не представляете, как сетевой бизнес изменил мою жизнь. Я открыла офис сетевой компании в Тиньши. Это был 2006 год. И до 2009 года у меня был офис. Я столько шишек набила. Я столько опыта получила. Я научилась самому главному, чего я боялась, людей. Общению с людьми. Это такой опыт. Вы просто, ну, ребята, не представляете, как это круто научиться не бояться работать с людьми. Я тоже в Тиньши. То есть, я сейчас к синтетическим ВАДам отношусь нехорошо абсолютно. Но были такие результаты, но, скорее всего, результаты были от моей веры больше, чем сам конкретный продукт. Но я не могу судить. Может быть, он действительно замечательный. И я где-то ошибаюсь. Но я против химических микромакроэлементов, когда можно все это получить вживую. Кальций есть практически во всех живых продуктах растительных. А молоко, например, если убрать то, что вымывает кальций, вам этого кальция с растительной продукцией вот так хватит. А в Тиньши есть хороший кальций. Но почему нам его не хватает? Потому что он вымывается у нас просто огромным количеством. Вымывается стрессом, кофе, чаем и молочной продукцией. Ничего так кальций не забирает из организма. Ничего так круто и быстро не разрушает зубы, как молочка. Но так как наша молочка сейчас синтетическая, она поменьше уже забирает. Потому что настоящего молока маловато будет. Я даже не знаю, будет ли оно там вообще. Оно восстановленное, синтетическое. Но вот это вот молоко синтетическое, оно тоже, особенно пропитанное тетрапаковым обработкой, вот этой вот ядовитой. Оно там вредит нам еще больше. Так что, ребят, я молочку не употребляю, чтобы кальций нафиг не вымывать. От кофе я много кружек в день отказалась. Потом стала пить по одной маленькой кружечке. Естественно, кофе надо заваривать, а не вот этот синтетический, порошковый. Короче, нам с вами, вот понимаете, как мы живем, нам с вами все время нужно заполнить нехватку. Прям такой инсайд мне сейчас пришел. То есть мы делаем все, чтобы у нас все уходило, а мы потом это добираем, добираем, добираем. Но добрать из вне вовнутрь очень сложно, все криво-косо получается. Нам надо профилактика. Профилактика, вот допустим, человек доводит себя до болезни, а потом пытается лечить. Врачи говорят, профилактику делайте, профилактику, чтобы не заболеть. Точно так же мы у себя делаем все, чтобы у нас там вымылся кальций, а потом его БАДами пытаемся добрать. А наша задача сохранять его. Ну, то есть работать со стрессом, понимаете? И работать, исключая продукты, которые этот кальций, допустим, вымывает. Можно же профилактику для всего найти, чтобы потом это не решать и с этим не мучиться. То есть мы все время пытаемся эту нехватку во всем. Так может быть сделать так, чтобы от нас ничего не уходило? Так. Про работу шаблон. Это именно взять яд и антоним, или какое-то конкретное. А что за шаблон? Я полезная и неполезная, как раз видео выложила, трансформация полезной и неполезной еды. Ну, как раз яд и польза. Я это трансформировала. И яды в маленьких количествах тоже польза, сами знаете, лечит, лечит. Так. У сына паховая грыжа с рождения. Ему 8 лет. Плохо говорит. Искреблен позвоночник и грудная клетка. Не могу понять, что он не зеркальный, ты для чего? Никакую инвалидность не оформляли, по врачам не ходили. Денис, привет. Напиши мне, пожалуйста, ты читал психосоматику? Ну, Луизахей, Давлатов, там много людей, кто пишет психосоматику. Просто я ничего там нового не скажу. Единственное, что я могу добавить, берем психосоматику, выписываем. Ну, там пишут про ваши страхи, про ваше непринятие там себя, про то-то, то-то. И позвоночник там, допустим, это опора, они пишут, что это ваша опора на себя, вы не опираетесь на себя, да. У вас, ну, постоянное перекладывание ответственности. Все время сомневаетесь в своем собственном выборе. Сколько тоже говорила. Если вы что-то выбираете, нет правильных или неправильных выборов. Есть просто выбор, и любой правильный, любой опыт вам нужен. И нету такого, что один опыт нужен больше, другой меньше. Вы оба пройдете просто в разные периоды жизни. И что бы вы не выбрали, вы не должны оглядываться назад и жалеть о своем выборе. То есть любой выбор, это опора на себя, это взять ответственность за свой выбор. То есть не жалеть, не оглядываться. Все, я выбрал, значит, так оно должно быть. Да, я через пять минут могу сделать другой выбор, но я не жалею, что я этот выбрал. То есть да, я передумал, вернее, я не передумал, не так даже. Да, я выбрал этот выбор, посмотрел результаты, и теперь я думаю выбрать другой. Но я не жалею, он мне тоже нужен был, как мой опыт. А мы всегда жалеем по поводу выборов. То есть позвоночник – это наша опора. И мы пытаемся опираться на обстоятельства, на внешние какие-то, а не на себя. И позвоночник искривляется, разрушается. Мы не верим в себе, не верим, и надо всех там переспросить, обдумать, переделать. А вдруг не так, а вдруг эдак. И мы вот это вот в голове гоняем, и нам вот этот скелет все показывает об этом. Так. Плохо говорит. Это получается... Плохо говорит. Вы в нем видите, что он плохо говорит. Плохо говорит. И это же про вас, а не про ребенка. Ребенок-то забирает ваши болезни и ваши проблемы, да, чтобы вам это показать. И вы прошли этот опыт, будучи в здоровом теле, и смогли все успеть исправить в этой жизни. Вот. Иногда вот эти болезни... Ну, то есть почему ребенок пришел и забрал мою инвалидность? Я инвалид, и мое тело уже должно лежать. Но приходит ребенок, и дается шанс, чтобы вы успели осознать, для чего, почему вы инвалид. А тело это будет не ваше показывать, а близких. Чтобы у вас были руки, ноги, и дееспособность успеть эти уроки здесь закрыть. Ну, иначе как вы сможете что-то менять, да, если вы сляжете. Поэтому нам приходится создавать ситуации, чтобы наши близкие брали эту роль. Но опять же, кто такие близкие? Это вы же сами к себе приходите, создавая себе второе тело, и сами же себе пытаетесь объяснить. Это же вы сами болеете, и дети, это же ваше отражение. Вот. Еще, если плохо говорит, где-то вы не договариваете тоже много чего, сами себе не признаетесь в чем-то. А плюс еще вам не хватает где-то что-то не говорить, наоборот. Где-то переговариваете, надо как-то где-то не договаривать учиться. Потому что много говорить и мало говорить, это же тоже дуальность, где нужно обе крайности использовать какую-то одну сторону и другую себе на пользу. Так. С грыжей я пока не могу разобраться, надо психосоматику посмотреть. Я не помню, честно говоря, что можно с грыжей подумать. Но это вообще начало наше, да, там у всех. Женское и мужское начало. И что-то с ним не так. Это интересно. Надо подумать над психосоматикой, почитать. Не скажу так. Давайте я посмотрю. Что далеко ходить? Давайте я посмотрю. Мы же никуда не спешим. Правильно. У меня просто... Ну, грыжей это понятно. Мы когда на... Ну, сразу ассоциация пришла. Мы когда-то что-то поднимаем тяжелое, да, и можем грыжу заработать. Ну, то есть, это что-то взяли себе неподъемное. А вот паху я не могу просто никак с этим... С неподъемным грузом сложить. И вряд ли кто-то... Блин, я так найду. С ассоциацией. А, вот есть. Вузы хей. Сейчас. Нет, ни хрена нету. Так, подождите. Люди пишут, психосоматологи, что непринятие себя, я, своей сексуальности. Но не совсем согласна. С этим я не согласна. Потому что здесь с грузом каким-то. А с каким грузом? Почему именно там? Какая-то безысходность, травмы, насилие какое-то над собой. Страх быть там нелюбимым или брошенным, или что-то все разрушится. С ответственностью, опять же, связано. Страх бедности, отвергленности, одиночества. Тоже как-то, не знаю, мне не резонирует. Это я читаю. Короче, у всех вывод тут один, уже три часа это открыла. Полюбить себя и не сомневаться в собственных силах. Не могу так сказать. Обычно, ну, по психосоматике мне перечисляет куча. Я беру паузу, там, три дня, четыре, неделю и сижу, пишу текст, обдумываю, похожу, кругами попишу. Понимаете, когда по психосоматике, вот у меня заказывают, например, какой-то разбор, моя задача не органы отдельно вытащить, там, а что вот этот орган обозначает, а что этот, а что этот. Надо в мозаику целую картину собрать. То есть поговорить с телом, у кого в теле какая функция, подумать, да, что печень делает, что почки делает, да, и потом вот эту вот мозаику пособирать, подумать. То есть я теряюсь прям с таким большим количеством вопросов по телу, да, вот сейчас вот все собрать воедино. У меня ощущается в голове такая дыра просто сейчас образовалась. Так. Добрый вечер. Никак не могу найти положительную сторону в долге. Долг родной тетки. Да, внешний. Я все с ним никак не разделаюсь. Не могу с ней находиться рядом. С ней рядом всегда стыдно, виновата. Под каким микроскопом? Она стыдит, критикует. Ну, это же вы себя стыдите, и себя же сами критикуете. Это же вы испытываете стыд. Вот. Она просто вам зеркалит. Что мне само себе отдать? Перестать себя критиковать, не стыдить? Ну, это первое, да, что нужно сделать, конечно же. Но чтобы себя не стыдить и не критиковать, вы должны понять, что весь мир – это ваше желание. Да, в какой раз? Давайте буду постоянно говорить, вот с этого прямо начинать. Весь мир – наше желание, и все, что вы творите своими желаниями, другие люди такими же своими собственными желаниями творят свою реальность. И когда наше желание встречное, да, мы встречаемся. Например, вы хотели занятие, а она вам хотела дать. Ей нужен был опыт этот пройти, а вам свой, и ей свой. И если она не может получить от вас обратно деньги, то что получается, можете написать. А я пока к следующему вопросу перейду. Это все за вас, за вас. Нехватка, Нелли, вот только сейчас ознала. Хочу сына допитать любовью, типа полноценной семьей, которая недополучила сама, но получается, что присутствие одним, когда это сверх нормы. Нехватка во мне отражается и в нем. Возможно, даже, что мне показывает нехватку и отношений с папой, которого нет. Когда с детства нет вообще тепла. Сейчас прям какое-то открытие. Вроде мы ничего особенного, а у меня внутри прям перевернулось что-то. Я вас прекрасно понимаю. Нелли, привет, подскажи, пожалуйста, у сына прыщи на лице, на спине, на груди. Это получается у меня прыщи. Да, связь. Вообще, выше же было тоже про аллергию. Это связь кожи наша между внутренним и внешним миром. У нас несоответствие внутреннего и внешнего мира. То есть, мы вовне проявляемся не так, как себя чувствуем. Мы чувствуем одно, а проявление наше другое. И наша кожа показывает, не важно чем, прыщами, аллергиями и так далее. Вот. Психосоматика прыщей это защита от атаки. Ну да, мы же защищаемся и поэтому наше поведение не соответствует нашему желанию. Наше поведение не соответствует тому нашему мироощущению, которое мы хотим сделать. То есть, мы боимся. И чтобы не было атаки, мы, естественно, защищаемся. Как это я ему скажу, что он не прав? Он же обидится, а мне придется расхлебывать. То есть, вы что-то чувствуете, но это не показываете. Так. Не написали, да, мне, что показывает. Я остановилась над стыдом и виной и так далее. Если человек не может получить деньги от вас, которому вы должны, это я вот только видео выше рассказывала, это значит, он не хочет их получить. У него желание их не получить. И пока она не пожелает эти деньги действительно получить. Я сейчас не про ум говорю, мы не умом творим с вами. Ум так, переводчик. Подсознательными желаниями. Пока она не захочет, чтобы вы отдали деньги или вообще эти деньги каким-то образом появились в ее жизни, именно эта сумма, вы ей не сможете отдать. Вы уже 350 раз богатой станете. У вас будет масса вариантов ей отдать деньги, и вы будете ей отдавать, как в примере, опять же, выше видео было. Вы будете ей отдавать эти деньги, а у нее просто они не дойдут, зависнут в банке, потеряется карточка. Вы отдадите, а там в банк спишет налоги или мошенники, или ей вообще там, не знаю, ну как-то так получится, что деньги она не сможет получить. Даже если вы хотите, даже если у вас есть возможность, у человека встречное желание. Поэтому о какой вине вы сейчас говорите, и почему вам стыдно за то, что она не хочет получить от вас деньги. Это ее желание встречное, понимаете? Когда она захочет, тогда она получит. И у вас возможности на то, чтобы отдать эти деньги появятся. Причем возможность может и появиться, а возможно она просто скажет, ничего не надо отдавать, а возможно будет вариант, что она вообще о них забудет, и вы тоже, и что у вас никакого долга и не было, либо этот долг каким-то образом зачтется другими способами. Но сам факт, то, что она не может получить деньги, проблема у нее. И ничего она если не делает, то соответственно она и будет сидеть в своей критике, вине и так далее. Но это не ваша забота, это не ваша задача, это не вас, вас вообще не должно это касаться. Просто перестаньте критиковать себя за то, что вы пришли ей опыт преподать. Она учитель для вас, а вы для нее. Конечно, знайте, что будут деньги, я ей отдам, но когда будет время, место, возможности, когда это будет действительно надо, то есть всему свое время, всему свое место, сейчас эти деньги впрок не пойдут. Если вы офигенный творец, нарисуете карту желаний, пойдете там наколгуете, пойдете там сделаете ритуалы, что угодно сделаете, но короче прогнете эту ситуацию и отдадите ей эти деньги, она потеряет больше, и вы потеряете больше. Почему? Потому что они ей впрок не пойдут, ей нельзя сейчас эти деньги, чтобы возвратились. Вы это должны усвоить, что мы творим свою жизнь своими желаниями. И так как ваше желание это вся ваша реальность, ее желание тоже ее же реальность. То есть не следует на себя тянуть чужую жизнь вообще и быть ответственной за чужую жизнь. Не несите ответственность, понимаете, ни за детей, ни за вашу тетю, ни за кого. Вы должны нести ответственность только за себя, но не решать их проблемы. поздравляем. Поздравляю вас с Новым Годом, всем любви, удачи, здоровья. У нас сегодня Новый Год, да. Вас тоже поздравляю. У меня его даже не будет 31 и 1. Так, Денис пишет, я понял, о чем речь, в принципе, окей. Алена, добрый вечер. Не могу наладить отношения с мамой, постоянно жалуется на болезни, постоянно придумывает себе новую. Если что-то советую, делает все наоборот. Все время ищет у меня недостатки, все, что для нее делаю, все не так. Но она ищет эти недостатки, чтобы вы эти недостатки увидели, которые она нашла, да, и запомнили. То есть это вам недостает превратить эти недостатки ваши, которые она находит в ресурсы, чтобы они использовали с вами. Это первое. Второе. Она жалуется на болезни, чтобы вы заметили эти болезни. Вы эти болезни проживаете, это вы болеете этими болезнями, которые она придумывает или по-настоящему, чтобы вы точно поверили, заболеет. Эти болезни рассматриваем также психосоматику, берем и что транслирует эти болезни. То есть вы их не видите, мама их вам постоянно подсказывает. Она ваш учитель, вы ее ученик. И она все время говорит, ну вот обратили на это внимание, но тебе это не достает, тебе надо. Она просто ваше зеркало. И вы себе придумываете то, чего нет в каких-то моментах. Очень много иллюзий по поводу будущего. У вас это еще не совершилось, а вы уже заранее решили, что не получится, или не будет, или это вам не надо, или это будет как-то не так. То есть вы тоже придумываете. Вот она показывает, посмотри, как ты классно придумываешь, а я тоже так умею, но мы типа с тобой молодцы вдвоем. Так, значит, тот из нас не хочет погашения долга. Вы вдвоем не хотите, она не хочет деньги принимать по своим причинам, а у вас причина своя. Вы должны отдать себе долги, все ваши желания, которые вы хотели исполнить, ресурсы были, но вы их не исполняете, все ваши обещания, это и есть ваши долги. Ваши долги найти во всем, что вам транслируют люди, точно так же, у нас долги одни и те же, исполнять свои желания, а не отговаривать себя, и найти во всех противоположностях, то есть, все, что мы отрицаем от себя, это долг найти в этом себя, то есть, я отрицаю каждое чувство плохое, все, что наделило плохим, я отрицаю, это часть меня, это и есть долг, его найти, рассмотреть, понять и начать использовать, других долгов у нас нету, долг быть, то есть, быть всему, потому что мы есть все, просто долг быть, понимаете, нету других долгов, быть, то есть, дать всему существовать, принять и начать использовать, и все это плохое, на самом деле офигенно хорошее, просто вы не умеете это готовить, вот, Нелли, благодарю, после ваших видео, у меня два дня не чудеса, у ребенка атопический дерматит в области носа, ну, Алена, вот уже третье написала, да, проблема с проявлением, очень много страхов, быть не такой, неправильной, плохой, нехорошей, какой там еще, вот, не оправдать ожидания, и мы подстраиваемся, то есть, ваши чувства одни, а вы управляетесь по-другому, а нос, это еще, это чувство, вот, то есть, вы свои чувства прячете, и не разрешаете им быть, это первое, второе, не видите, почему ваши чувства, любые, которые вы испытываете, офигенные, и как их использовать, как их применять, добрый вечер, у меня все плохо, с детьми нет контакта, с вашим внутренним ребенком нет контакта, то есть, вы потеряли себя, вот эту легкость, детскость, интерес, вот это к жизни, познание, рассматривание, вы очень упрямый человек, консервативный, упертый, не хотите смотреть по сторонам, вам обязательно нужно настоять на своей правде, даже если это правда вас убивает, даже если это правда не дает вам, вы будете спорить, лишь бы быть правой, это почему я говорю так, потому что дети, это как раз таки те, которые, внутренний ребенок наш, который берет какашку и пытается ее засунуть во все щели, и будет еще раз спрашивать родителей, а что это, и будет пытаться ее применить, и порисовать, и полепить, и попробовать на вкус, то есть, он все время ее изучает со всех сторон, а мы консервативные, взрослые, когда возрослели, мы решили, что дети, это те, которые все изучают, а я-то взрослый, я-то уже это знаю, зачем переспрашивать по сто раз, что это, а на самом деле, как бы, мы такие же дети, только взрослость отличается от ребенка, то, что мы уже начинаем спрашивать не других, а себя, но надо также продолжать спрашивать себя по сто раз на одно и то же, а что это, и рассматривать со всех сторон, вы видите только узко в одном направлении, получается, что, как только вы начнете любознательно интересоваться всем, и собирать все, даже, ну, противоположные правды в какое-то единое целое, например, я сейчас вижу, вот мы с вами друг друга видим, да, но я вижу стенку и чайник, буду говорить, у меня передо мной стенка, и чайника, вы будете говорить, нет, передо мной, и будете смотреть, что у вас там дома перед вами, мы будем спорить, я права, и вы правы, и наши правды не совпадают, они прямо противоположные, здесь есть другое целое, понимаете, то есть, и ваша правда правдивая, и моя, по отдельности, для меня, то, что вы будете говорить, это ложь, для вас это тоже ложь, у вас с детьми, тоже, как бы, каждый прав по-своему, но ни вы, ни они, вы не видите целого, вы видите только свою правду, то есть, ваша задача научиться, применять, научиться разрешать себе, выслушивать все правды, соглашаться с ними, и понимать, что даже моя правда, это просто ложь, сама по себе, вместе с чужой правдой, которая также лжива, уже чуть правды больше, то есть, истины чуть больше, понимаете, то есть, рассматривать все старых сторон, постоянно говорить себе, я не знаю, возможно, это не так, я передумала, то есть, я решила, а теперь я передумала, не стоять на своем, никогда соглашаться, но не на 100%, а на половину, то есть, да, это часть правды, того человека, но и моя тоже такая же лжива, вот, любознательности вашей нету, когда вы начнете так делать, у вас будет контакт с внутренним ребенком, соответственно, отражение в реальности вовне, у вас будет контакт и с вашими детьми вовне, так, где я потеряла, долг, вот, долг, видите, то, что я выше говорила, и все стороны, понимаете, все, что вы отрицаете, это вам нужно научиться использовать, это все вам нужно, это ваши ресурсы, которые материализуют ваше желание, все ваши отрицаемые вещи, все, что вы говорите, что это не так, все, с чем вы спорите, это вам очень нужно, вы не научились это применять, не научили извлекать из этого пользу, что у нас там дальше, а еще муж собрался разводиться, вот, отпускайте его, это вы со своим мужским началом собрались разводиться, наш муж, это ваше мужское начало, ваша мочь, ваше действие, идти к, по своим желаниям, долги, это же не реализация своих желаний, то есть не делать для них ничего, отговаривать, из-за того, что ваша правда слишком, я не могу туда пойти, вот вы решили, ваша правда, да, однобоко смотрите, но вы можете и не можете, а на пользу, можно попробовать, но вы не будете пробовать, потому что у вас куча отговорок, почему-то нельзя пробовать, и вы такие, не идете, не делаете, соответственно, у вас разлад с мужской энергией, то есть мужской энергией-то делать. Синдром самозванца, с чем связан? Расскажите, я все время забываю, что такое синдром самозванца, постоянно мелькает это в интернете, я вообще за трендами не слежу, за новыми словечками, это типа тот, кто сомневается в себе или что? Стыд, что я проявляюсь в чем-то, с чем сама не справлюсь, а вы попробуйте, и справьтесь настолько, сколько можете, и все, люди приходят к вам ровно за тем, за тем, что вы можете дать, если вы чего-то не можете, они придут, возьмут у другого, дело в том, что мы не можем на одной волне встретиться, обоюдно друг друга отзеркалить, и получить чуть больше или чуть меньше, не получится, каждый возьмет свое, и мы на пути у друг друга всегда встречаемся, получить ровно то, зачем пришел, и мы это получим в любом случае, хотите вы это или нет, от одного мы пришли пиздюлей получить, от другого по хвалу, третий то, нам все вот эти встречи нужны, и ваше любое проявление нужно таким, какое оно у вас проявляется, по-другому не получится у вас срезонировать на этой чистоте с этим человеком, поэтому чего вы там стыдитесь, вы не можете дать больше, все равно, вот вы можете вот там на определенном уровне дать, вот столько и возьмут, потому что им столько и надо, они больше не унесут, даже если вы предполагаете, что вы больше можете дать, они все равно больше не унесут, поэтому, чего вы переживаете, у нас всегда встречное желание, вы все время забываете, что у нас встречное желание, страх, что я проявлюсь, кто-то там меня узнает, вообще шикарно, чем больше вас знает, тем лучше, ну и узнает, дальше что, будет кайфовать от того, какая вы классная, либо затроллит из-за того, что ему стыдно, что он так не может, как вы, ну, таких людей можно только пожалеть, ну и зачем-то вам это нужно будет, этот урок пройти, стать более сильнее, то есть у нас нету, понимаете с вами, ни одного события, которое бы не шло нам на пользу. Получается, у меня нет желания иметь денег, и желание быть зависимой, ну да, у вас желание быть зависимой, чтобы все решалось быстро и легко, деньги легко брать в банке, отдавать тяжело, мне как раз был сейчас шаблон, легко тяжело, взяли денежку легко, все вам с легкостью подавайте, а вам надо научиться любить, чтобы все было тяжело, это так круто, как раз шаблон трансформировала, надеюсь, будет запись, да, я, короче, сделала запись, сейчас поставила, и это, запишется он или нет, у меня все время какой-то косяк, я все время записываю, то звука нету, то это, но опять же, это встречные желания, я свое дело сделала, я проявилась, я выразила, а дальше то, что вы не захотели это взять, ну, это как бы уже не мои проблемы, можно сказать, то есть, я делаю от себя все возможное, вот, кто, что, на что гораст, каждый видит свое, и то, что я вам, допустим, рассказываю, это все про вас, про каждого, кто это слышит, вот все, что вы видите, все, что вы слышите в этом мире, это все про вас, это все ваше, все есть внутри, все, кто услышал про долги, бесконечные эти долги, даже если у вас нет банковских долгов, или кому-то, у вас есть долги, и у меня есть долги, они будут до конца нашей жизни, долг быть собой, долг быть, долг себя не убивать, это нормальные долги, это очень вообще круто, полюбить свои долги уже, вот, чтобы они для вас не звучали, чем-то ужасным, вы хотите избавиться от долгов, а нужно наоборот, найти пользу долгов, чтобы использовать это на пользу, так, так, ребят, я уже сейчас буду шоколад варить, не получится мне, тут надо сейчас плитку доставать, я, короче, буду выходить, спасибо большое, я надеюсь, на вопросы хоть как-нибудь чуть-чуть ответила, да, хоть кому-то чем-то полезно было, вот, вот последний вопрос, Нелли, это кайф, получается, мы пришли от одного получить пизделей, от другого похвалу, от третьего другой, столько сегодня за этот эфир я получила, что не передай словами, ну да, надежда, так и получается, так и живем, мы каждый раз резонируем со всеми, только с пользой, у нас нету бесполезных встреч, бесполезных людей, бесполезных задач, бесполезных дел, все полезное, все бесполезное, но нам зачем-то полезно, понимаете, поэтому, а все полезное, то, что мы считаем якобы, оно возможно тоже, ну, как бы, полезно тем, что мы потом результатов особо от этого не получили, из этого будет зато опыт, многое полезно и не полезно, и как и наоборот, все, что мы думаем не полезно, оно такой опыт даст, долги полезны или не полезны, ну, с одной стороны полезно, да, потому что вы начинаете шевелиться, разбираться с собой, начинаете понимать, откуда ноги растут, хотели халявы, хотели быстрее там квартиру, например, съемные, невыгодно же жить, или там, хотели получить еще чего-то, к мошенникам пошли там, из-за этого долги, или там, хотели улучшить то, что и так уже было хорошо, то есть, всегда есть опыт, зачем мы берем эти кредиты, долги, хотели пойти послушать другого, а не себя, себя же не слушаем, надо бесконечно брать долги, на курсы какие-то, хотя себя послушаешь, божечки мой, столько вообще всего, учиться не переучиться, но не, нам надо, короче, слушать чужой опыт, на своем неинтересно, так, все, отключаюсь, не знаю, как руки, грязные, помои сначала, потом отключу, да, я вас всех тоже благодарю, что еще вам пожелать, напутствие какое, напутствие, а, ребят, я хотела тоже сказать, кто не слышал, вы можете скачивать, ой, мне и телефон сел, вы можете скачивать все мои видео, вообще любые, на YouTube, вешать их себе, раньше я ревностно относилась к тому, что мои видео кто-то скачивал, заливал там на свои YouTube каналы, набирал подписчиков, такая, блин, что за фигня такая, пожаловаться, YouTube, заблокируйте, пожалуйста, мое видео у тех людей, вообще, что они воруют, это мое, а сейчас я наоборот, я такая посидела и думала, блин, вот это бред в голове моей был, да это же так круто, скачивайте видео, закачивайте себе на каналы, у вас будут плодиться побольше подписчиков, себя там проявляйте, записывайте какие-то свои мысли, вот, и вам хорошо, и мне хорошо, нет ничего плохого в том, что кто-то закачает мое видео, а я раньше прям бесилась, думаю, вот, скачали, блин, это так круто, взять и скачать видео, второе, обязательно пишите мне комментарии, я всегда на YouTube канале, ой, на YouTube канале, в видеоканале здесь, пишу, ребят, вот ссылка на YouTube канал, я сейчас буду везде ее вешать, можете пройти, хотя пару слов там мне написать, для продвижения канала, подписчиков хочу на YouTube, никаких источников в соцсетях уже не осталось, вот только YouTube и Telegram, там нормальные, все остальное, все, в ИК мертвый, хотя там куча людей, Instagram тоже мертвый, все эти игры, игры себя уже изживают, вот, но YouTube у нас еще остался, и как продвигаться, естественно, там, потому что в Telegram, ботов всяких покупать, спам этот делать, я вообще не хочу, мне вообще не нравится такая тема, вот, делитесь, потому что у меня, когда чем больше людей, тем больше мотивации, бесконечно записывать видео, отвечать на вопросы, и так далее, и так далее, вот, а тут у меня весь год тишина, все куда-то потерялись, каждый занялся своим делом, какие-то отписки были, и так далее, мне поэтому неинтересно, ничего было, выходить, записывать, говорить, но за этот год, конечно, много чего сказать есть, меня сейчас прям прорвало, я еще выложу кучу видео, которых я записала, и они еще не выложены, и мне каждый день хочется, вот, прям, по 10 видео записывать, раньше 2-3 видео, в месяц было, сейчас все, мне прям надо выговориться, походу, все, давайте, пока, спасибо, что вы, и тут, завершить трансляцию, вот, остановить запись,